Здравствуйте! В этом видео мы покажем процесс снятия брекет-системы и установки ретейнера. Пациентке 14 лет, она обратилась с жалобами на неровные зубы. Особенно ее беспокоило положение верхних клыков. Ортодонтическое лечение проводилось с использованием металлической самолигирующей брекет-системы. Продолжительность лечения составила 1 год и 2 месяца. Снятие брекет-системы проводится после достижения запланированного результата лечения. Для снятия брекетов используются специальные щипцы. Щечками щипцов сжимаются и деформируются основания брекетов, за счет чего происходит их отклеивание. Далее с зубов сошлифовываются остатки материала, на котором крепились брекеты. С этой целью последовательно применяются полировочные боры, диск, резинка. После этого проводится профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвукового скалера, аэрфлоу, щеточки и полировочной пасты. Перед фиксацией ретейнера должны быть удалены все зубные отложения. Затем мы приступаем к установке ретейнера на нижнюю челюсть. Изолируем зубы от слюны, тщательно их высушиваем. Наносим на оральную поверхность нижних резцов и клыков протравочный гель сорта фосфорной кислотой. В результате этого эмаль становится шероховатой, это увеличивает силу и площадь сцепления твердых тканей зуба с пломбировочным материалом. Через 30 секунд смываем протравочный гель водой и высушиваем зубы. Наносим на зубы бонд. Это связующее звено, своеобразный клей между зубом и пломбировочным материалом. Раздуваем его воздухом и засвечиваем в течение 10 секунд. Проверяем, чтобы не было затекания бонда в межзубные промежутки с помощью металлической матрицы. Вставляем в межзубные промежутки отрезки зубной нити. С помощью нее позиционируем ретейнер и фиксируем его. Ретейнер представляет собой скрученную проволоку, которая фиксируется коральной поверхности передних зубов композитным материалом. Он нужен для закрепления результата ортодонтического лечения. Без ретейнера зубы могут сместиться. Наносим жидкотекучий композитный материал над проволокой в область зуба и засвечиваем его в течение 20 секунд. Повторяем действие на каждом зубе. Приступаем к фиксации ретейнера на верхней челюсти. Повторяем все те же этапы. В данном случае помимо ретейнера на верхнюю челюсть устанавливаем ретенционную капу. Видео про процесс изготовления капы можно посмотреть на нашем канале, ссылку мы оставим в описании. Вот такой результат ортодонтического лечения у нас получился. Если вы хотите видеть подобные видео, подписывайтесь на наш канал.